Ребята, всем привет! Начинаю новый влог. Начинаю его очень поздно, потому что в течение дня я убиралась, то спала, то была с ребенком. В общем, было чем заняться. Вот, сейчас буду готовить. Жду курьера, жду Даню. Курьер должен привезти немножко продуктов, которые я заказала. Можно немножечко паскулю по поводу высыпания на своем лице, потому что вот это сейчас заживает, слава богу. И вот сейчас вылезло вот это, что-то новое, болючее. И еще и под носом. Просто у меня сыпятся волосы, это все гормонально, это понятно, это все пройдет, но просто волосы сыпятся с такой силой, что, честное слово, вот сейчас без шуток, но мне страшно, что к концу года я станусь лысой. Волосы еще у меня такие длинные, они как бы растут у меня очень быстро, у меня опять длина отросла, хотя я стриглась недавно. Но вот то, что они выпадают так сильно, это, конечно, капец. Я не знаю. Может быть, и маски какие-то начать делать, но на это тоже нужно время. И, во-первых, маску нужно сделать, потом нанести, походить. Вот, как-то не очень удобно это делать с ребенком. Но, походу, придется, потому что я реально скоро останусь лысая. И вот эти вот прыщики, это вообще, конечно, отдельная история. Но благо хотя бы, вот знаете, когда я была только беременна, у меня были высыпания больше не на лице, а на спине. Прям сыпь ужасная из-за гормонов. И когда я родила, это резко все прошло, вот на спине все исчезло, как будто ничего не было. И все резко пошло на лицо. Ну, потому что волосы выпадают, я знаю, у всех, наверное, женщин после родов, выпадают очень сильно волосы. Но, мне кажется, у меня челюстью сильно они как-то сыпятся. И пить какие-то медикаменты сейчас не самое подходящее время. Поэтому я просто все время ужасаюсь, когда иду мыть голову. Вот, а так, в принципе, все хорошо. Сейчас пойду готовить ужин. Хотела сделать отбивнушки куриные. Знаете, есть такие листы от маки. Ты туда кладешь куриное филе и обжариваю в двух сторон. Очень вкусно и быстро получается. Но, оказывается, я уже их делала. У меня осталось всего лишь два листочка. Вот, поэтому сейчас, скорее всего, буду делать подлив томатный и отбарю макароны. Вот, так что пойдемте вместе со мной готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все готово. Сейчас будем кушать. Нарежу овощи свежие. Мы в последнее время не делаем салатики, а просто свежие овощи. Нарежаем помидоры... Нарежаем. Нарезаем огурцы, помидоры и болгарский перец. Вот, всем, кто кушает, приятного аппетита. Так, только что пришел Данин с работы и принес немножко вкусняшек. Вот, Рафаэлло, Лейс и Лейс такой. И он купил вот такой вот сок. Виноград это его любимый сок. Его, кстати, как-то не очень, не знаю, ничего особенного в нем нет. Значит так, сколько у нас стоило все это? То, значит, сок стоил 90 рублей 90 копеек. Рафаэлло стоило 249 рублей. Чипсы лейс 109. И вторая пачка чипсов тоже 109. А, и вот мороженое 89 рублей. Это по дороге заточено. В общем, все вместе вышло 655 рублей 19 копеек. Вообще, Рафаэлло должно было быть по скидке. Просто я забыл карточку перекрестка. А, да? Короче, у нас, да, тут часто всякие скидки из супермаркетов по картам. Ну, а по скидке сколько стоила Рафаэлло? Вот такая вот обычная коробка. 160 или 170. Короче, 170 рублей стоит Рафаэлло, если брать с собой карту перекресток. Но она у нас дома. У нас так часто бывает, что мы забываем карточки супермаркетов. Недавно читал в новостях о том, что несколько банков сообщили о том, что у них какие-то люди злоумышленники. Нехорошие люди. Они украли базу персональных данных их клиентов. То есть, не помню, какие именно это банки. По-моему, один из них это Тинькофф. И еще каких-то два банка поменьше таких. Средненьких. Ну, то есть, без крупника. Но Тинькофф хотя крупный банк вообще. Вот. Несколько банков, вот у них украли базу данных персональных их клиентов. И что сейчас эти злоумышленники делают? Они звонят, представляются сотрудниками банка. И службы безопасности. Да. Либо службы безопасности. Ну, в общем, прям сотрудниками какими-то, знаете, вот именно из этого банка. То есть, они знают, что это какой-то человек. Они, допустим, нашли какие-то данные, да? Что вот человек, его фамилия там Иван Иванов его зовут, да? И они знают только первые четыре и последние четыре цифры его карты. Они звонят, представляются, говорят, Иван Иванов, здравствуйте, это вот сотрудник вот такого-то банка, вы наш клиент, там все такое, все хорошо. Ну, и там какая-то произошла там ошибка и так далее. Мы восстанавливаем какие-то там данные. Или еще какую-нибудь чушь несут. И просят назвать номер вашей карты. Все 16 цифр. Я без понятия как, честно, но они каким-то образом, зная всего 16 цифр вот этих, они умудряются с помощью этих цифр выводить бабки. Без понятия как, но как-то они это делают. В общем, никогда никому нельзя сообщать какую-то вашу личную информацию, особенно по телефону. Вот это точно. То есть сказать, ну, знаете, вы мой банк. Я вам должен сказать свой номер своей карты. Вы серьезно? Вообще конченый бред. Вот. Так что будьте бдительны, дамы и господа. Уважаемые друзья. Наши дорогие видео и радиослушатели. Итак, сейчас будем смотреть, что нам привезли. А потому что однажды нам не положили зубную пасту, но я ее проплатила. Сейчас, ты пришла помогать? Да? Итак, вот все, что привез мне курьер. Там часть товаров отсутствовала, поэтому здесь не все. Значит, порошок стоил 279 рублей, там 2,5 килограмма. Значит, для унитаза блок стоил 70 рублей. Колбаса докторская дымов стоила 260 рублей. Яйца куриные. Мы всегда берем только вот эту марку. Она самая вкусная. Она стоила 82 рубля. Так, дальше огурцы грунтовые 57 рублей килограмм. Дальше вот этот большой-большой вкусный штрудель стоил, сейчас скажу, 167 рублей. Значит, молоко по 1,5 литра стоило 188 рублей. Деревня жирность там от 3,5, кажется. Так, и йогурты. Значит, вот этот Данисима черничный стоил 2 штуки 99 рублей. И вот этот Валио 2 штуки стоил 100 рублей. И Куромяки также купила бедра. Они стоили 173 рубля. Здесь 750 грамм. Вот, в общем, все вместе у меня вышло на 1637 рублей. Вот так вот. Все, вот он, весь заказ уже приехал, все распаковала. Так, значит, вот они, сухарики яблочные, которые Даня очень любит. Тут вообще в составе вроде как белок и только яблочное пюре, что-то такое. И получаются, в общем, вот такие вот сухари. Так, это здоровенный мешок наполнителя силикогелевого для чачи. Вот он, кофе. Приехал без кофеина. Я его открыла, пахнет прям мощно кофе. Мощно. Так, водоросли сушеные. Я их обожаю, как чипсы ем. Так, вот приехали маски для лица. Их прям много. Самая дорогая была вот эта вот. Значит, вот все маски от Skinlight, кроме вот этих двух. Это от Petite Fee. Я решила такие еще попробовать. Так, и лаки для ногтей от Essie. Как-то так называются. И это жидкое стекло, в общем. Так, и зубная нить. Все, собственно, весь заказ, ничего такого не было. Все только самое необходимое. Послить не можешь. Сейчас я тебе помогу. А может быть и нет. Так. Убери лапа. Вот так. Есть у меня вот этот вот цветок. Долларовое дерево. Я не знаю, как оно по-другому называется. Я его купила в Тель-Крестке, но было вот таким вот маленьким коротышом. Недавно сижу. Ну, это оно уже выросло. Это моя гордость, потому что это единственное растение, которое у меня выжило. И вижу, сижу. А тут вот такая вот прелесть маленькая выросла. Представляете? Не отсюда вот, не от взрослых вот этих вот стебельков, а вот отдельно выросли вот такие вот маленькие детеныши. Это такая прелесть вообще. И вот сейчас я смотрю и вижу следы зубов своей кошки. Вот это все сделала. А вот и она. Вот и она пришла. В общем, Чача тут, конечно, любитель погрызть, испортить все, вырвать. Ну, ничего. Это, кстати, трупики. Они не отрываются, но пусть живут здесь. Вот это старые стебелечки. Я ничего не делала. Они должны были умереть. Вот этот кофе без кофеина на вкус, как просто обычный кофе. Мне кажется, даже немножечко ароматнее. Вот сделала нам кофе. Ой, я что-то тогда неплохо размешала. Сейчас размешаю еще раз. Вот насыпала еще, Данечки, вот такие печеньки. Вот эти вот клеистки печеньки. Знаете, когда приходишь к нему в салон, приносят, точнее, тебе кофе, чай, либо безе, либо вот такие вот маленькие печеньки похожие. Вот сейчас будем пить кофе и отдыхать. В общем, у нас перегорел один софит. И сейчас будем смотреть, как его починить, потому что, в общем, в этих софитах не меняется лампочка. То есть его нужно полностью вынимать, и там будет такой блок. Вот этот блок, он как батарея считается, или что? Да. Как батарея такая, которую именно нужно менять. Очень неудобно, конечно. Лучше бы были просто лампочки, которые нужно менять. Сейчас, в общем, будем чинить. Не понятно. Ча-ча. А можешь посмотреть, как снимать именно такие софиты? Я посмотрел. Именно такие софиты? Да. Именно вот такие с блоком? Да. Все, вынули софит. Вот эту батареечку нужно будет поменять. Ну, надеюсь, что это просто кроводок отошел, конечно. В общем, посмотрели мы фильм «Кладбище домашних животных», вот, который показывали недавно в кинотеатрах. Фильм, конечно, такой прям жуткий. Либо я отвыкла уже от ужастиков, либо он действительно такой жуткий. Но вот он не такой вот, он не подобие там астрала, какого-то, где просто страшно. А этот фильм именно такой вот жуткий. Наверное, потому что он связан как-то с детьми, с семьей, вот именно, не знаю, он отличается от других ужасов. В общем, такой жуткий прям. Некомфортно было с ним. Вот. Кто смотрел первую часть, прям переснято почти полностью. Более качественно и жутко. То есть, если выбирать между частями, то старая она, конечно, прикольная, но вот если смотреть с нуля, то все-таки первая покруче, она поновее, там все такое прикольное. Единственное, пара моментов есть, которые отличаются. И пара моментов, которые все-таки в первой части появились лучше. Но опять же, потому что она первая. Наверное, если бы в первой это было, то вторая бы, ну, если бы в ней взяли элементы из первой, все бы говорили, ну вот, нет, это лучше. А так в целом, реально, вот в «Кладбище домашних животных» я еще удивился, там рейтинг на ОКО 3,5 звезды из 5. Мало. Очень хороший ужастик. Реально, вот это настоящий прям хоррор. Прямо ужастик. В общем, ребят, мы рекомендуем посмотреть этот фильм, потому что он действительно хорошо снят, хороший сюжет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте комментарии, оставляйте свои лайки. И все. Всем пока-пока.